МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Растет мастерство КВНщиков и, соответственно, становятся жестче требования жюри. В этом ребятам еще предстоит убедиться. А пока же они в полной решимости победить представляют свои визитные карточки в конкурсе фристайл. Словно вкусное варенье, создаем мы настроение. Ты прости, мама, что играю в КВН, я, ведь я шутить должен. Гуся не вперед! К этому конкурсу готовили не только шутки, песни и танцы. Некоторые команды решили удивить жюри яркими костюмами. КВНовский тур проходил в четыре этапа. После фристайла наступило время разминки. Шесть заковыристых вопросов от членов жюри заставили пораскинуть мозгами. Вовсю повеселились болельщики и участники во время фоторазминки. И довольно остроумно закончили начатые фразы. Затем командам был предложен конкурс пяти шуток. Шутили про родной город. Получилось неплохо. И венцом мероприятия стал конкурс видеороликов. Тут уж ребята разошлись. Студенческую жизнь показали во всех красотах. И, конечно, каждый раз с волнением ждали оценок жюри. Борьба завязалась нешуточная. Разница в баллах порой доходила до десятых. Однако, в общем, маститые КВНщики, которые оценивали выборских веселых и находчивых, остались довольны игрой. Я надеюсь, что лет через пять я случайно приезжаю в Москве. Былось нельзя, люблю всех этих ребят. На сцене уже высшая лига. Призы и грамоты на сцене вручал начальник отдела молодежной политики администрации Выборгского района Алексей Орлов. Команды выступали сегодня на высоком уровне. Достаточно хорошо и корректно подбирали шутки на выступление. Мы надеемся, что впредь, хотелось бы, конечно, и мы над этим будем работать, чтобы впредь приезжало как можно больше команд из района. Потому что, естественно, команда из района немножко уровень послабже. Потому что не хватает, может, где-то финансирования, где-то специалистов хороших. Немножко им тяжелее играть, чем командам из вузов и города Выборга. Отмечены за волю к победе были все. Лучшей актрисой вечера была признана Анна Крылова. Приз за артистизм получил и Егор Гунцовский. А Антона Васева поощрили за непревзойденный вокал. Кубок за красоту получила команда «Бакс». Призовые же места разделились следующим образом. К большому неудовольствию гостей из Светогорска в этом году им досталось лишь третье место. Обидно. Мы считаем, что нереально. Но несправедливо. Двойка за что? Вопрос. Все молчали. И тот, кто двойку поставил, он не объяснил, почему. Почему? За что? Ну, теперь есть стимул дальше? Будем стараться, конечно. Будем продвигать. В 2012 году посмотрим. Дай бог. Лидирующий практически всю игру «Инжикон» в последнем конкурсе потерял несколько десятых. И оказался на второй ступеньке пьедестала почета. Зато ликовали гусяне. Их победа была неожиданной и оттого особо приятной. У нас была большая неожиданность. Мы в КВН вообще в первый раз. Это были очень большие усилия. И ссорились. И все такое. Но мы победили. И мы этому очень рады. И даже до слез было, конечно, за радость. Но и команды с «Инжикон» мы тоже поздравляем. Со вторым местом тоже заслуга хорошая. Они молодцы. Вот так. Не завидовать, поддерживать друг друга. Не обижаться за поражение. А стараться оттачивать мастерство в дальнейшем. Это позиция правильной молодежи. А вместе им и горы по плечу. Наталья Березовская, Андрей Неробов. Медиагруппа «Наш город».